Итак, перед нами совершенно новая BMW 5 серии с различными вариантами двигателей Неважно, будет ли это двигатель внутреннего сгорания или полностью электрическая версия BMW i5 Дизайн останется одинаковым Это существенно отличается от недавно представленного Mercedes E-класса, где электромодификация получила название EQE В случае с BMW используется универсальная платформа, что имеет свои плюсы и минусы Томас и наш канал расскажут обо всем подробнее в 4К на полной экран и в полной версии Давайте изучим i5-M60 Спортивную модификацию полностью электрической 5 серии с пакетами M-Sport и M-Sport Pro В комплектацию входят черные двойные ноздри и решетки радиатора с опциональной подсветкой Iconic Glow Выглядит весьма эффектно, правда? Фары совмещают в себе узкие ходовые огни и функцию дальнего света с множеством лучей Модель M60 также отличается черными акцентами по всему кузову Этот стильный цвет носит название FireRed Рассмотрим автомобиль сбоку Здесь мы видим один, два, трех объемный кузов, характерный для седанов бизнес-класса Который отличается от современных электромобилей с их каплевидными формами Какой дизайн вы бы выбрали для себя? Поделитесь своим мнением в комментариях Лично я отдаю предпочтение угловатому немецкому стилю в духе Bauhaus Вы понимаете, о чем я говорю Длина увеличилась на 10 сантиметров и составляет теперь 5,06 метра Размеры колес от 18 до максимальных 21 дюйма Это самые большие колеса, доступные в данном M-стиле Выглядит потрясающе, не правда ли? Здесь также установлены красные тормозные суппорты со специальными M-тормозами Обеспечивающими немного лучшее торможение Здесь также предлагается опциональный пакет карбона Благодаря которому вы получаете детали из углеродного волокна, например, на боковых зеркалах Варианты подвески и управления задней осью предлагаются в виде опциональных пакетов Вам доступны базовая подвеска Спортивная M-подвеска для жесткого стиля вождения А также адаптивные амортизаторы системы управления задней осью При этом задние колеса могут поворачиваться в противоположном направлении от передних на угол до 2,5 градусов Кроме того, адаптивные амортизаторы можно приобрести в M-версии для еще более жесткой поездки И вы знаете, что получите лучший обзор на нашем канале i5, электрическая версия и версия с подзаряжаемым гибридом оснащены пневматической подвеской на задней оси Это позволяет компенсировать изменение ее уровня из-за увеличения веса автомобиля, вызванного наличием батарей Тоже интересный момент, не так ли? Дизайн задней части всегда будет выглядеть одинаково, независимо от того, выбрали ли вы полностью электрическую модель или с двигателем внутреннего сгорания И это отлично, ведь автомобили будут иметь единый стиль Мой опыт показывает, что людям не нужно, чтобы их электромобиль сильно отличался от обычных автомобилей внешне Ведь важно иметь красивый дизайн снаружи, независимо от типа авто, не правда ли? Мне кажется, что эти горизонтальные узкие фонари смотрятся очень стильно Это модификация M60, которая также имеет спортивные детали, похожие на диффузоры в нижней части Теперь мы сделали освещение чуть темнее для вас, чтобы показать, как работают поворотники Они довольно широкие, хорошо видны и выглядят здорово, согласитесь? А спереди виден этот пульсирующий эффект Словно сердце бьется Когда вы нажимаете на кнопку в салоне, это волшебное световое шоу можно увидеть также и внутри кабины Имеется ли Vi5 передний багажник? Нет, но здесь мы видим очень эффектную M-крышку двигателя Батарея имеет емкость 81 кВт-час, что делает ее не такой объемной, как, например, в i7 Причина в том, что на данной платформе не удалось разместить батарею с большим объемом На деле, BMW 5-й серии предложит вам пробег от 400 до 500 км, в зависимости от дорожных условий В базовую комплектацию входит предварительное обслуживание батареи Включая автономный обогрев, а также тепловой насос Электрическая модификация предлагается с задним приводом в базовом варианте Или с полноприводом, который также характерен для самой мощной версии M60 Она способна разгоняться до 100 км в час всего за 3,8 секунды Гибриды с подзарядкой на базе бензиновых моторов с 4 или 6 цилиндрами А также чисто бензиновые версии с таким же количеством цилиндров, как и у других моделей BMW Однако стоит учесть, что в Евросоюзе 6-цилиндровый бензиновый двигатель недоступен По поводу дизельных модификаций Здесь также есть варианты с 4 или 6 цилиндрами И, возможно, в будущем появится гибридная версия V8 для модели M5 Для зарядки электромобиля i5 вам доступны два варианта 11 или 22 кВт переменного тока и 205 кВт постоянного тока Зарядка 10 до 80% возможно примерно за 30 минут Если вас интересует информация о двигателях внутреннего сгорания и гибридных системах Ознакомьтесь с полным списком двигателей в прикрепленном комментарии Сейчас дождь на улице закончился И мы успели помыть автомобиль Чтобы вы могли увидеть его внешний вид и силуэт Что вы думаете о дизайне новой BMW 5 серии? Расскажите нам свое мнение в комментариях Итак, перед нами автомобиль в цете Brooklyn Gray Хочу сказать, что это один из моих любимых цветов Очень стильно смотрится, правда? Эта модель оснащена пакетом M-Sport, но не M-Sport Pro Это значит, что окантовка вокруг решетки радиатора выполнена в светлом оттенке Можно сказать, матово-серебристом Здесь также хорошо заметны вертикальные ребра решетки радиатора У этой решетки предусмотрена подсветка В целом, мне кажется, что именно такая версия со светлой решеткой радиатора И, возможно, с более светлым цветом кузова мне нравится больше Хотя красный тоже был симпатичным Это 21-дюймовые колеса выглядят мощно Благодаря светламу цвету кузова в боковом ракурсе хорошо видны очертания автомобиля Кстати, темные окантовки окон не являются обязательными Их можно снять, и останется светлая окантовка Теперь давайте рассмотрим i5e Drive 40 сзади Это электрокар с задним приводом, окрашенный в серый цвет Brooklyn Gray И оснащенный пакетом M-Sport, который добавляет черные акценты Отметим, что снаружи автомобиль с бензиновым двигателем выглядел бы точно так же Электрическая версия i5 на заднем приводе разгоняется до 100 км в час за 6 секунд А ее максимальная скорость составляет 190 км в час В то время как спортивная версия i5 M60 может достигать скорости до 230 км в час Перед нами базовая комплектация BMW 5-й серии Окрашенная в цвет Софиста Грей, без спортивного пакета M-Sport В данном варианте это еще и подзаряжаемый гибрид Который можно узнать по светлой окантовке радиаторной решетки Вертикальные ребра и менее агрессивный дизайн нижней части переднего бампера Со скудным использованием черных элементов Однако на мой взгляд, даже в базовой комплектации данный автомобиль смотрится очень достойно На передней части автомобиля установлены базовые фары Обычные светодиодные, без применения матричной технологии и адаптивных функций Профиль автомобиля с 19-дюймовыми колесами, если бы их размер составлял 18 дюймов, возможно, они казались бы слишком маленькими Разумеется, благодаря широким шинам здесь обеспечена лучшая амортизация А светлые окантовки придают автомобилю традиционный и элегантный вид Также приятно выглядит контрастная вставка с номером 5 на задней стойке кузова Сзади также можно обратить внимание на светлые вставки базовой версии автомобиля в отличие от черных, которые предлагаются в комплектации M-Sport На этом прилоге присутствуют M-цвета, а дверные ручки все еще выдвигаются навстречу вам Так что вы ощущаете физический контакт с автомобилем Звук закрывания двери вполне нормальный, хотя не особо выделяется Внутри двери обиты приятными мягкими материалами, особенно сверху И здесь уже заметно интегрированная система окружающего освещения Итак, давайте протестируем сидение Оно достаточно мягкое, позже обсудим материалы Учитывая мой рост 189 см, у меня еще остается немного свободного места для головы Предусмотрена возможность установки различных панорамных крыш Например, здесь установлена крыша, идущая по всей длине кузова и снабженная шторкой, которую можно закрыть На рынке США можно также выбрать более компактный вариант крыши, который имеет открывающийся люк или при желании остановиться на данном варианте Мне кажется, внутренняя ручка двери, которая открывает дверь за нижнюю часть, действительно может быть удобной Такой вариант позволяет более комфортно открывать дверь, а также хорошо ложиться в руку Вот новые сидения веганца, они полностью изготовлены без использования материалов животного происхождения Очень мягкие, премиум класса и имеют такую же долговечность В М60 у вас также есть вставки из алькантары с перфорацией А за ними просматриваются яркие цвета М-серии Отличная идея Эти новые сидения оборудованы не только подогревом, но и охлаждением В стандартной комплектации руль также изготовлен без использования материалов животного происхождения Однако опциональный М-руль, входящий в пакет М-спорт, имеет дополнительные спицы и может содержать животные материалы Обзор интерьера В салоне множество интегрированных элементов подсветки и уникальный изогнутый экран, состоящий из двух отдельных дисплеев Качество сборки, все, что вы видите и чувствуете, действительно отличает высоким стандартам Автомобили опережают конкурентов, хотя раньше было иначе В этом плане им удалось сделать отличную работу Радует наличие реальных физических кнопок, например, на руле для управления круиз-контролем и справа, где можно управлять цифровыми приборами Здесь, например, вы можете изменить всю конфигурацию цифровых приборов Также доступен проекционный дисплей с разными видами Подскажите, какой цвет подсветки вы бы выбрали в BMW 5-й серии? Я, знаете, обычно предпочитаю синий, но и другие варианты выглядят здорово Можно выбрать индивидуальные настройки или воспользоваться режимами My Mode Например, если переключиться в режим Sport, подсветка станет красной А в режиме Efficient — синий Выглядит это действительно впечатляюще, особенно когда цвета меняются Кроме того, здесь также слышны звуки открытия крыши В режиме Relax происходит обратный процесс Крыша закрывается, и слышно звучание этого механизма Крыша просто закрывается и открывается при быстром переключении между режимами Мультимедийная система OS 8.5 с обновленным главным экраном Встроенный GPS работает очень быстро и отзывается на команды мгновенно Здесь предусмотрено множество разнообразных приложений, к которым нужно привыкнуть Включая Air Console Games Например, в модели i5, если вы остановились на зарядке, можно использовать Air Console Для подключения вашего смартфона Или даже двух Для игры вдвоем И сыграть, например, в картинг К тому же присутствуют беспроводные Android Auto и Apple CarPlay Интеграция системы очень продуманная, а экран имеет высокое разрешение Мне действительно нравится эта современная мультимедийная система Помимо настройки климат-контроля Также предусмотрены сидения с подогревом и подогрев руля Возможно, данная цифровая система климат-контроля могла бы быть проще Но в целом она достаточно понятная В нижней части центральной консоли есть индукционная зарядка для телефона с дополнительными отверстиями, чтобы устройство не перегревалось Также здесь предусмотрены адаптивные подстаканники Отдельно стоит отметить удобный контроллер мультимедийной системы, которым можно управлять даже во время движения Я бы не советовал такую опциональную кристальную ручку регулятора, поскольку она может ослепить водителя Вместо обычного рычага КПП здесь используется интегрированное решение Хотя регулятор достаточно компактный и понятный, он не добавляет спортивности Также стоит отметить раздельный подлокотник с возможностью открытия Что касается премиальных особенностей, в этом автомобиле даже предусмотрена задняя солнцезащитная шторка В задней части салона все еще присутствуют центральные тоннели Из-за основной платформы, на которой основан i5 И этот тоннель используется для размещения батареи Теперь задний климат-контроль стал электронным и имеет такую настройку мощности воздушного потока Что немного усложняет управление, так как приходится нажимать на экран Испытаем сидения сзади, на которых предусмотрены ручные шторки для пассажиров на задних сидениях Заднее сидение стало более просторным благодаря увеличенной колесной базе И имеет выемку для ног Что очень удобно для высоких пассажиров Здесь также установлены держатели для iPad Подключением USB-C И достаточно места для головы на задних сидениях С моим ростом в 1,89 метра места все еще хватает В общем, сидеть сзади стало комфортней, и это является заметным прогрессом Интересный момент Имеется дополнительная небольшая шторка для задних боковых окон Объем багажника составляет 520 литров для всех модификаций, кроме i5 Где багажник немного меньше 490 литров Это небольшой компромисс Пол здесь будет ниже, хотя и в гибридной версии размер багажника будет такой же, как и у других моделей Здесь длина довольно большая 1 метр 10 сантиметров Ширина чуть ограничена Около 90 сантиметров А высота у i5 составляет 45 сантиметров Что немного меньше, чем у других моделей Здесь сидения поделены на 2 трети и 1 третью Вы с легкостью можете сложить их прямо отсюда Также есть небольшой цех для хранения, например, зарядных кабелей Рассмотрим второй салон автомобиля на сегодня С обивкой сидений и с коричневой эко-кожей Веганца Предлагаются разные цветовые варианты Всегда с перфорацией И на примере демонстрируется другой тип обивки Здесь присутствует яркая алюминиевая отделка, которая смотрится весьма эффектно Особенно благодаря ее структуре, при этом салон выглядит цветлее Быстро обратим внимание на задние сидения В комплектации также имеется фиксированная панорамная крыша С широким углом обзора В данном салоне присутствует множество интересных деталей Во-первых, комфортабельные сидения Которые немного шире и более открыты А также обитый мягкий материал Здесь также используется эко-кожа Веганца Если вы не выбираете пакет МСПОРТ То предусмотрено базовое рулевое колесо без нижней спицы Такое рулевое колесо также установлено в BMW iX И отделано веганским материалом Оно достаточно мягкое и обеспечивает приятный хват для рук В качестве декоративных элементов используется матовая деревянная отделка И вот еще один взгляд на задние сидения в светлой отделке Мне кажется, что вариант сидений Веганца в свете солоновой кости Выглядит даже еще более стильно Не правда ли? К слову, на кузове автомобиля имеются тесненные эмблемы пятой серии Помещенные в разных местах, например, на внутренней части центральной стойки Есть, например, матовые цвета Которые не содержат в себе сырую нефть В основном используется био-нефть При разговоре с вашей семьей это, кстати, может быть хорошим аргументом Дорогая, нам стоит выбрать стильную матовую краску Тем самым мы позаботимся об экологичности, правильно? И, конечно, относительно салона машины Использование искусственной кожи вместо натуральной снижает выбросы СО2 на 85% Так что забота о людях, животных и природе начинается прямо изнутри вашего автомобиля Что я думаю о новой BMW 5-й серии? Во-первых, мне нравится, что они не пошли по пути iX или 7-й серии С неприглядным оформлением решетки радиатора А сохранили традиционный вид и дополнили его стильной подсветкой Этот дизайн с трехобъемным кузовом выглядит более привлекательным, чем просто намек на то Что это электромобиль Что касается аэродинамики Тут, конечно, Mercedes EQE выглядит лучше благодаря дизайну в виде капли дождя Но чтобы узнать, насколько BMW экономична, нам потребуется тест-драйв Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше о новой BMW 5-й серии в разных комплектациях Интерьер новой BMW 5-й серии также впечатляет Высококачественные и экологичные материалы Что редко встречается у автомобилей такого размера Мне кажется, это хорошо сбалансированное решение Мы обязательно расскажем вам о различных версиях этой модели А пока можете посмотреть обзор Mercedes E-класса Или сравнение BMW 7-й серии и Mercedes S-класса на нашем канале